Социал-демократы Мы убеждены в том, что реформа перевода на эстонский язык обучения необходима, однако много вопросов возникает с ее воплощением. Увеличение числа предметов на эстонском стало довольно резкой переменой, что, возможно, скажется на качестве получаемых знаний. Поэтому в ближайшее время мы хотели бы получить от Министерства образования ответ, как проходит реформа, начавшаяся 1 сентября, и есть ли от нее польза. Акцент на этой теме понятен в свете того, что практически все русские родители озабочены тем, что вместо реальных знаний их дети получат лишь знания эстонского, в то время как их эстонские сверстники смогут получать качественное образование на родном языке. Однако, если и попечительские советы напоминают Министерству, что язык обучения может выбирать гимназия согласно Конституции, то в этом союзе таких категорических заявлений ждать не стоит. Партиям также предстоит выяснить и другие вопросы, по которым пока компромисса не достигнута. Основное противоречие все-таки заключается в том, что социал-демократическая партия не делает различия по национальности, языку, ее расповеданию и так далее. Мы же являемся все-таки партией, представляющей интересы Русского Министерства Эстонии. В этом, в общем-то, и заключаются программные отличия. И наша задача сейчас скорее вписать свои программные установки в более широкие программные установки социал-демократической партии. Следующее заседание состоится ровно через неделю, тогда, по всей вероятности, появится новость о слиянии двух политических сил. Заявление же реформиста Рандпера о том, что это событие хорошо лишь тем, что отберет голоса избирателю центристов, невозможно рассматривать со всей серьезностью. Однако то, что социал-демократы всерьез взялись за русский электорат, сомневаться не приходится. Насколько им в этом поможет объединение с Русской партией, пока можно лишь гадать. Другой вопрос, как на это событие может отреагировать эстонский электорат САЦДЭМов. Елена Соломина, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.